Благослови, Душа моя Господа, благослови, Неси Господи. Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Сегодня, в воскресенье, 20 августа, за богослужением читается Евангелие от Матфея, глава 18, стихи с 23 по 35. Послушаем это евангельское зачало в прочтении Отца Даниила. Речи Господь, притчу сию, Уподобися Царствие Небесное Человеку Царю, Иже восхоте стезатися, славеси с рабы своими, Наченши ему стезатися, приведуши ему единого должника, тьмою талант, И немущи же ему воздати повеле, И Господь его продати, и жену его, и чада, И вся елика имееша, и отдати. Патуба раб твой, гланишися ему глаголя, Господи, потерпи на мне, и вся ти воздам. Милосердо уж и Господь раба того, Прости его, и долг отпусти ему, И шеджи раб твой обрети единого, Откли вред своих, и жебет должен ему, Стом пенись, и ем его давляше глаголя, Отдашь тьми, им же миси должен, Патуба клеврет его, на нозе его, Маляше его глаголя, Потерпи на мне, и вся воздам ти, Он же не хотяше, Но ветвь садей его в темницу, Донде же воздаст должное, Видевше же клеврет его бывшая, Сжалише оси и зело, И пришедше, сказаше господину своему, Вся бывшая, Тогда призвав его, господин его, Глаголы ему, Рабе лукавый, Весь долг он отпустил тебе, Понеже умолил миси, Не подобавши ли тебе, Помиловать и клеврета твоего, Яко же и астя помиловах, И прогневайся, господь его, Предади его мучителем, Донде же воздаст весь долг свой, Такуй, Отец мой небесный, Сотворит вам, Ащи не отпустите, Киш, да брату своему, От сердец ваших, Пригрешения их. Предлагаю прочитать этот текст В русском синодальном переводе. Посему царство небесное Подобно царю, Который захотел сосчитаться С рабами своими. Когда начал он считаться, Приведен был к нему некто, Который должен был ему Десять тысяч талантов. А как он не имел, Чем заплатить, То государь его приказал Продать его и жену его, И детей, и все, что он имел, И заплатить. Тогда раб тот, Пал и кланяясь ему, говорил, Государь, потерпи на мне, И все тебе заплачу. Государь, умилосердившись Над рабом тем, Отпустил его И долг простил ему. Раб же тот, Выйдя, Нашел одного из товарищей своих, Который должен был ему Сто динариев, И схватив его, Душил, говоря, Отдай мне, что должен. Тогда товарищ его Пал к ногам его, Умолял его и говорил, Потерпи на мне, И все отдам тебе. Но тот не захотел, А пошел и посадил его В темницу, Пока не отдаст долго. Товарищи его, Видев происшедшее, Очень огорчились, И придя, Рассказали государю Своему все бывшее. Тогда государь его Призывает его и говорит, Злой раб, Весь долг тот Я простил тебе, Потому что ты упросил меня. Не надлежало ли и тебе Помиловать товарища твоего, Как и я помиловал тебя? И разгневавшись, Государь его отдал его Истязателям, Пока не отдаст ему Всего долга. Так и Отец мой Небесный Поступит с вами, Если не простит Каждый из вас От сердца своего, Брату своему, Согрешений его. Поясняя необходимость Постоянного, Безграничного всепрощения, Господь рассказывает притчу О милостивом государе И немилосердном должнике, Приравнивая Царство Небесное Царю, Который захотел Сосчитаться с рабами своими. Один из рабов Должен был Своему государю Десять тысяч талантов. Талант был Самой большой денежной единицей, Равной Трем тысячам шекелей Или двенадцати тысячам динариев. Так, например, Доход с провинции, Включавшей Идумею, Иудею И Самарию Составлял Всего Шестьсот талантов, А весь доход Даже Более богатой Провинции Галилеи Равнялся Всего Тремстам Талантам. Таким образом, Долг в Десять тысяч Талантов Был Больше, Чем Доход царя. Из притчи Мы узнаем, Что Когда государь Потребовал Уплаты долгого Траба, Не имевшего денег, То раб тот Пал И кланяясь Ему говорил, Государь, Потерпи на мне И все Тебе заплачу. Блаженный Феофилакт Пишет, Государь, Умилосердившись Над рабом Тем, Отпустил его И долг Простил ему. Человеколюбие Божие Совершенно Простило И долг, Хотя Раб Просил Несовершенного Прощения, Но отсрочки. Научись Отсюда, Что Бог Дает И более Того, Что мы Просим. Тогда Прощенный Раб, Найдя Своего Собрата, Который Должен Был Ему Ничтожную По сравнению С первой Сумму В сто Динариев, Схватив Его, Душил, Говоря, Отдай Мне, Что Должен. Но он Не жалился Над своим Собратом, Несмотря На его Мольбу Потерпеть, И посадил Его Государю Стало Известно О Произошедшем, Он призвал Немилосердного Раба К себе. Сделав Ему Строгий Выговор За то, Что он Не последовал Его Примеру Великодушии К своему Должнику, Разгневавшись, Государь Его Отдал Его Истязателям, Пока Не отдаст Ему Всего Долга. Святитель Иоанн Златоуст Указывает, Если ты Не прощаешь Врага, То не ему Наносишь Вред, А самому Себе. Ему Ты часто Можешь Вредить В настоящей Жизни, А себя Самого Делаешь Безответным В будущий День. Ибо Ничего Так Не Отвращается Бог, Как Человека Злопамятного, Как Сердце Надменного И Души Раздражительной. Завершая Рассказ Притчи, Спаситель Замечает, Так И Отец Мой Небесный Поступит С вами, Если Не простит Каждый Из вас От Сердца Своего Брату Своему Согрешение Его. Этими Словами Господь Призывает Нас Прощать Ближним Неограниченное Количество Раз. Прощать Постоянно И Всегда От Всего Сердца. Потому Что Ничто Из Того, Что Приходится Прощать Нам, Не Идет Ни В Какое Сравнение С тем, Что Прощает Нам Бог По Своему Безграничному Милосердию. Александр Павлович Лопухин Замечает, Рассказанное В Притче, Как и Везде В Других Случаях, Служит Образом Людских Отношений К Богу И Ближним. Тот, Кому Прощается Большой Долг, Тем Самым Обязывается Простить Будем же Помнить, Дорогие Братья И Сестры, Что Прощение Имеет Величайшую Ценность, Поскольку Уподобляет Человека Милосердному Богу. Каждый Из Нас Спасается Милосердием Божьим, Если Сам Прощает Другим Людям Их Прегрешение, Тем Самым Свидетельствуя О Своей Твердой Вере, Способной Притворить Холодное Сердце В Живое И любящее. Помогай нам в этом, Господь! Благослови, Душа моя, Господа, Благослови, Неси, Господи! Душа, Господи! Милосердс, Господи! Оache, Господи! Милосердс, Продолжение следует...